Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Дёмина. Мои коллеги расскажут вам о том, что происходит в родном городе. Смотрите сегодня. На дорогах и во дворах Заречного кипит работа, но водители уже оценили новый асфальт. Нарается ездить уже. Получше стало. А до этого как было? До этого не очень. Одни ямы. Яркое шоу-программа в награду за благоустройство собственного двора. На Ахунской 3 в оформлении клумб участвовали даже маленькие горожане. Я считаю, что нужно помогать украшать город, чтобы было красиво и чисто. Разменял восьмой десяток. Сегодня поздравление с 70-летним юбилеем принимал бывший заводчанин, почетный гражданин Заречного Геннадий Борзов. Поздравляем вашу семью с вашим праздником. Самое главное, конечно, чтобы здоровье. Здоровье у вас, здоровье ваших близких. Теперь об этих и других событиях подробнее. Почти 150 миллионов рублей в этом году потратят на ремонт дорожного полотна в Заречном. В эту сумму заложена реконструкция и проезжих частей, и внутриквартальных территорий. Больше половины запланированного уже сделали. Как продвигается ремонт дорог и как оценили проделанную работу зареченцы, узнала Ксения Тризна. Лето – горячая пора для зареченских дорожников. По всему городу полным ходом идут ремонтные работы. Новый асфальт уже успели положить на улицы Комсомольской, Братской, Спортивной, Заводской. Водители это заметили и оценили. Нравится ездить уже. Получше стало. А до этого как было? До этого не очень. Одни ямы. У вас качество устраивает? Вполне. А во дворах как состояние? Во дворах тоже отлично. Асфальтовое покрытие обновляют и на внутридворовых территориях. Кроме этого устанавливают новые высокие бордюры, чтобы автовладельцы не оставляли свой личный транспорт на газонах. И результат не заставил себя ждать. Машины на газон заезжают? Да у нас сюда никуда. Тут бордюр, тут бордюр. Нет, туда тоже не заезжают. А то, когда бордюра вот здесь не было, прямо вот по газону проезжали. Да, да. А сейчас они не рискуют на газонах. В этом году в тех дворах, где меняют бордюрный камень, делают непривычный ямочный ремонт дороги, а накатывают новый асфальт. Правда, не все жильцы были рады рабочим в своем дворе. Демонтаж бордюров повлек за собой разрушение. Но эта мера вынужденная. Бордюр старый, его надо вытаскивать, он забетонен. И практически не вытащить его аккуратно руками, приходится выкапывать эскаватором. Естественно, при этом нарушаются полисадники. Очень многие, кстати, очень красивые, ухоженные полисадники. Прямо сердце сжимается. Но приходится делать, потому что бордюр надо менять. Но переживать не стоит. Все газоны и полисадники восстановят. Уже сейчас рабочие убирают мусор, оставшийся после установки новых бордюров. Мы все свое убираем, чтобы выкинули. А потом уже будет просыпать землей. То есть в каждом дворе, где мы делаем, так же будет все просыпаться. Ремонт дорог в Заречном идет по плану. Уже сделано 62% всех намеченных работ. К осени все строительные мероприятия должны завершиться. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Муниципальные власти и дорожники призывают быть внимательнее к объявлениям с просьбой освободить внутридворовую территорию для ремонтных работ. Автовладельцы не всегда реагируют на них и, как результат, мешают работам и подвергают свои автомобили определенному риску. Потом звучат жалобы о том, что машину засыпали битумом или заперли бордюрами на газоне. Но уж в последнем случае автомобилист сам себя наказывает за парковку в неположенном месте. Мы сами постоянно говорим об ужасном состоянии внутриквартальных проездов. Так давайте же не мешать дорожникам делать ремонт. В некоторых дворах «Заречного» скоро появится не только новое асфальтовое покрытие. В конце лета специалисты оборудуют еще шесть контейнерных площадок заглубленного типа. Их установят возле домов, где нет централизованного мусоропровода, а имеющиеся площадки устарели и уже не соответствуют санитарным нормам. Где появятся новые контейнеры, выяснял Дмитрий Балясников. Жители дома номер 20 по улице Братской ждут строительства в их дворе контейнерной площадки заглубленного типа. У них есть емкость для сбора мусора, но эти контейнеры неудобны для жильцов. Эти контейнеры, они, как вам сказать, несут в этом мусор весь. Все вот это и с этих вот районов, вот с Березки, еще где, ну и вот с других районов, с тех районов, хотя там и есть контейнеры. Ну не знаю, вот и надо оттуда их убирать. Посмотрите, что здесь вот. Вот там один сломанный контейнер. В этом году старые контейнеры уберут. Дом номер 20 по улице Братской один из шести, рядом с которыми в этом году появятся новые площадки для сбора мусора. На каждой установят по четыре контейнера заглубленного типа. На каждой контейнерной площадке будет установлен контейнер для сбора твердых бытовых отходов объемом 3 кубометра, контейнер для сбора пластика объемом 3 кубометра, контейнер для сбора стекла объемом 1,5 кубометра, и контейнер для сбора бумаги емкостью 3 кубометра. На покупку и установку одного трехкубового бака требуется 136 тысяч рублей. Деньги на оборудование контейнерных площадок выделены из городского и регионального бюджетов. Соотношение 70 к 30. Монтаж контейнеров заглубленного типа начнется в августе. Дмитрий Балясников, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о том, как в «Заречном» будет развиваться программа по селективному сбору отходов, мы побеседуем с нашим гостем. После основного блока новостей в студию придет директор управления природными ресурсами Татьяна Пчелинцева. А пока продолжим тему чистоты и благоустройства «Заречного». Все больше жителей «Заречного» своим домом считают не только квартиру, но и лестничную площадку, подъезд и даже двор. Поэтому и за порядком следят на всей этой территории. Жители Озерской-2 беспокоят состояние их контейнерной площадки. По словам жителей, мусорная машина сюда не приезжала несколько дней. И бытовых отходов здесь скопилось столько, что около дома образовалась свалка. Как организован вывоз мусора из двора, выясняла Елена Степкина. Радость от переезда в новую квартиру омрачает свалка под окнами. Контейнерная площадка на Озерской-2 перегружена. В доме нет мусоропровода, бытовые отходы и стройматериалы. В некоторых квартирах еще идет ремонт. Новоселы выбрасывают в контейнеры. А сейчас уже оставляют и рядом с ними. По словам жильцов, мусор отсюда не вывозили уже несколько дней. Вывозят, я что-то не вижу. Что вывозили? Играем на площадке с ребятишками. Я даже не знаю, что вывозили или не вывозили. Как там была, мне кажется, так она и есть. В управляющей компании говорят, что сложившаяся ситуация – исключение. Дом новый и некоторые документы на обслуживание новостройки сейчас оформляются. В ЖСКХ заверяют, что свалки здесь больше не будет. Принято решение о передаче дома Позерской-2 в управляющую компанию МУБЖИСКХ. Естественно, существует трудность переходного периода. Мы сейчас поэтапно получаем исполнительную документацию. Заключаем договора. Но, тем не менее, обслуживать все обслуживаем. Определен дворник. На сегодняшний момент ведется уборка и придомовой, и дворовой территории силами МУБЖИСКХ. Организован вывоз мусора. Жильцы могут не беспокоиться. Пока четкого графика вывоза мусора из двора нет. Специалисты ЖСКХ обещают вывозить его по мере накопления. А следить за наполняемостью контейнеров будет дворник, в обязанность которого входит ежедневная уборка во дворе. Елена Степкина, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Обещание вывезти мусор специалисты ЖСКХ выполнили. Сегодня в полдень во дворе началась уборка. Специалисты муниципальных предприятий ЖСКХ и Автотранса убрали мусор, оставленный на асфальте, и выгрузили контейнеры. Коммунальщики уверяют, что такой порядок будет поддерживаться здесь и впредь. Коммунальные службы «Заречного» отвечают за чистоту во всем городе. Летом под их пристальное внимание попадают и зоны отдыха лесная и солнечная. Контроль за состоянием водоемов осуществляют и специалисты регионального управления номер 59. Они следят за качеством воды в прудах. Результаты последнего исследования показали, что купание в городских водоемах безопасно для здоровья. Все микробиологические показатели в норме. Напомню, что летом забор воды для исследований проводят раз в две недели. Следующий анализ проведут в начале августа. Проверять качество воды в прудах будут до самой осени. И к другим темам. Для жителей Ахунской 3 организаторы конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» устроили яркую развлекательную программу. Не просто так. В награду за кропотливый труд и любовь к своей малой родине. Жители этого двора впервые приняли участие в конкурсе. Оформили газоны, разбили цветочные клумбы. Потрудились на славу. На праздники двора у дебютантов конкурса побывала Ксения Тризна. Валентина Прокофьева, инициатор участия жильцов дома номер 3 по улице Ахунской в муниципальном конкурсе общественных инициатив «Мой двор-2014». Она давно хотела преобразить таким образом свой двор. И в этом году наконец-то решилась. Заявку на конкурс Валентина Михайловна подала в последний день. И поначалу не верила, что все задуманное удастся реализовать. Сначала сомневалась. Думаю, вдруг не поймут меня. А вдруг я в единственном числе пойду, и вдруг я окажусь не у дела, что ли. Не будет никакой помощи. Ну, молодцы. Во-первых, я почувствовала, что помощь будет от администрации. Я поняла, что будет помощь и от своих жильцов. Но все сомнения оказались напрасными. Жильцы откликнулись и все вместе дружно создавали клумбы, сажали цветы. Даже дети участвовали в благоустройстве двора. Я считаю, что нужно помогать украшать город, чтобы было красиво и чисто. Вот на этих клумбах-то что-то цветочки помогало бы сажить или нет? Нет, здесь я не помогала, потому что здесь специально работают люди. Если бы здесь мне предложили поучаствовать, я бы очень обрадовалась и захотела бы поучаствовать. Три клумбы у подъездов – лишь начало, ведь жители Ахунской-3 еще только учатся быть дизайнерами. В планах жильцов сделать во дворе декоративную решетку и увидеть ее виноградом. Но уже сейчас их двор заметно преобразился. Организаторы конкурса «Мой дом, мой двор» приготовили жильцам подарок, активистам – грамоты и сувениры, и всем жителям – песни, танцы и игры. На празднике двора жильцы не только веселились, но и общались с представителями администрации и руководителями городских служб, обсуждали коммунальные проблемы, которые нужно устранить. Мы готовы там, где есть активные позиции, где сложные ситуации, приходить, договариваться и решать проблемы. Мне кажется, что у нас таких примеров очень много. И надеюсь, что их станет еще больше. Мэр Заречного подчеркнул – нерешаемых проблем нет. Вместе можно справиться с любыми трудностями и сделать Заречный еще уютнее и красивее. Сегодня почетный гражданин города Геннадий Петрович Борзов отметил 70-летний юбилей. Больше половины своей жизни он посвятил работе на Зареченском городообразующем предприятии. В день рождения юбиляр принимал поздравления от руководства города, бывших коллег и нашей съемочной группы. У Геннадия Петровича Борзова два дня рождения. Один фактически 23 июля, а второй по паспорту на день позже. И поздравления почетный гражданин Заречного принимает два дня подряд. Сначала от близких и родных, затем от бывших коллег и официальных лиц. Мы пришли от всей души вас поздравить с вашим праздником. Поздравляем вашу семью с вашим праздником. Самое главное, конечно, чтобы здоровье, здоровье у вас, здоровье ваших близких. Еще раз от всей души. С праздником. У нас 63 тысячи граждан нашего города, а почетных граждан всего не более 30. Вы один из 30 почетных гражданин. Это большая гордость, радость. И вы должны гордиться этой заслугой. Больше половины своей жизни Геннадий Петрович отдал Заречному и его градообразующему предприятию. В закрытый город под Пензой Геннадий Борзов приехал в 1972 году. До этого жил в Кузнецке. Там закончил приборостроительный техникум, а затем трудился на заводе радиоинженером. Градообразующее предприятие в Заречном в то время проходило этап становления. Требовались молодые кадры. Тогда Геннадию Борзову предложили сменить место работы и переехать в закрытый город. Когда поступил, делали станки с программным управлением. То есть все движения фрезеровщика записывались на магнитную ленту. Потом включали воспроизведение. Все записывалось, воспроизведение включаем. И фрезерный станок выполняет все те движения, которые делал фрезеровщик. На градообразующем предприятии Геннадий Борзов трудился 40 лет. И все это время в 10-м экспериментальном цехе. Часто приходилось работать сверх нормы, чтобы выполнить все поставленные задачи. Но от работы никто не отлынивал. Сколько я работал замом, начальник цеха, я не помню, чтобы был хотя бы один приказ, в котором говорилось, что мы сорвали сроки. Цех 10 – это экспериментальный цех он назывался. На самом деле, когда основное производство где-то немножко просмотрели, а сроков уже нет на своем технологии писать и т.д. и т.п. Куда? В 10-й. Торопились, но делали все качественно, и к их работе претензий ни у кого никогда не было. Два года назад Геннадий Петрович вышел на заслуженный отдых. Но его преемники до сих пор обращаются за помощью и советом. Геннадий Петрович не отказывает. И все же сейчас больше времени уделяет своим хобби. Почти каждые выходные ездит на рыбалку или охоту. Остальное время проводит с семьей. Главное отдушина для Геннадия Борзова – две внучки. Старшая через год закончит институт. Младшая скоро выпустится из школы. А там, говорит почетный гражданин, и до правнуков недалеко. Их 70-летний юбиляр обещает обязательно дождаться. Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В предстоящие выходные профессиональный праздник отметят те, кто трудится в сфере обслуживания и торговли. Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. В «Заречном» в день работника торговли 26 июля в 18 часов в Центральном городском парке состоится праздничный концерт. Прийти могут все желающие. Как известно, реклама «Двигатель торговли». Мы прервемся на небольшую рекламу, после которой встретимся и побеседуем с нашим гостем. Не переключайтесь. Повезло заполучить на производство «Золотые руки». Не пора ли вложить в них достойный инструмент? И вам не придется отправлять за ним гонца в столицу или ждать пакеты из Германии. Достаточно всего лишь подняться на второй этаж магазина «Строймаг» в «Заречном». Здесь находится специализированный отдел, заполненный инструментом высшей категории от самых надежных мировых производителей. Прославленное выносливостью и удобством оборудование для строителей, сантехников, электриков и прочих мастеров высшего класса может прийтись по руке и главе семейства в домашнем арсенале, но создано профессионалами специально для профессионалов. Готовы поднять свое производство на новый уровень? Поднимитесь на второй этаж магазина «Строймаг» в «Заречном». Программа «Страна Росатом» – новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Фотостудия ВВС предлагает Отражатели, штативы, бленды, зонты, светофильтры, сумки для фототехники, а также рамки и фотоальбомы. Фотостудия ВВС. Универмаг, второй этаж. Специальное предложение в гипермаркете «Магнит» города Заречного. В субботу, 26 июля, скидка 20% на все макаронные изделия. «Магнит» – всегда низкие цены. Не пропустите снижение цен в аптеках, поддерживающих дисконтную систему «Имплозия». Эссенциале «Форте-Н» упаковка 30 капсул – всего 389 рублей. И модиум упаковка 10 таблеток – всего 199 рублей. Скидки по дисконтным картам сохраняются. А наши цены ушли в отпуск. Только в июле и августе. Скидка 30% на размещение рекламы на телевидении, радио, мониторах городских автобусов и в интернете. Спешите! Телефон отдела рекламы 607041. Новости Заречного снова в эфире. В Заречном установят еще шесть контейнерных площадок заглубленного типа. Как в дальнейшем будет развиваться программа селективного сбора отходов? Нам расскажет ее инициатор. Сегодня в студии начальник управления природными ресурсами Татьяна Пчелинцева. Добрый вечер, Татьяна Николаевна. Добрый вечер. Сколько, получается, в общей сложности уже появится контейнерных площадок на территории города Заречного с учетом тех, которые запланировано оборудовать в этом году? На сегодняшний день у нас в городе уже достаточно продуктивно работают 23 контейнерные площадки с контейнерами заглубленного типа. Всего 81 контейнер заглубленного типа. Аукцион состоялся, и, по сути дела, мы приступаем уже к монтажу шести контейнерных площадок с контейнерами заглубленного типа. На каждой контейнерной площадке будет установлено 4 заглубленных контейнера. То есть появится еще 24 контейнера. Все эти контейнерные площадки, которые мы включили в аукционную документацию этого года, они все людьми ожидаемы. Это вот как раз, как пример вы показали, Братская-20. Более того, для жития этого микрорайона хочу сказать, что рядом с ними идет строительство жилого дома. И данный жилой дом будет за свое собственное средство устанавливать точно так же контейнерную площадку с контейнерами заглубленного типа. Для того, чтобы та контейнерная площадка, которую мы будем монтировать по Братской-20, она обслуживала только двор, который так долго ждал эту площадку. Новые контейнерные площадки, 6 их появятся, будут идентичны тем, что уже есть? Или как-то они, может быть, виды изменились, что-то новое в них добавилось? Ну, по своей сути, они не изменились. Единственное, что контейнеры немножечко преобразились. То есть они приобретут немного другое лицо. Крышка будет выполнена другая. Контейнеры для сбора элементов питания на них точно так же будут установлены. Поэтому суть, как должен работать с эриктивным методом сбора отходов, он не меняется. Ну, Татьяна Николаевна, я помню, когда еще только начиналась программа вот этого селективного сбора отходов, были такие опасения, что жителям будет сложно привыкнуть раздельно, скажем так, выбрасывать бумагу, стекло, пластик. Вот уже прошло несколько лет, как реализуется эта программа. Вот насколько успешно все-таки опасения были напрасными? Ну, к сожалению, это были наши опасения. Вообще, хотелось бы сказать, что теперь уже мы немного отстаем за нашими жителями. Жители не только теперь просят, чтобы установили именно эти контейнерные площадки. Они активно их эксплуатируют. И теперь, по сути дела, селективный метод сбора отходов, он ведь заключается не только в просветительской работе, монтаже контейнерных площадок, но и должна вся цепочка, она соединиться. А цепочка должна заканчиваться сортировочной линией, где, по сути дела, должна происходить досортировка ранее собранных селективным методом сбора отходов, как бы, вот этот процесс. Сейчас в городе активно идет поиск инвестора. Почему? Потому что вообще работа с отходами – это не дело муниципалитета. Это как бы основной бизнес, который должны вести наши предприниматели. Вот сейчас идет поиск инвестора для того, чтобы он на территории нашего города поставил небольшую, но сортировочную линию по дессортировке отходов, собранных селективно. То есть это, скажем так, дальнейшее развитие вот этой самой программы? Это, скажем, последняя цепочка. Последняя цепочка в звене по реализации полностью целого комплекса программы селективный метод сбора отходов. То есть программа, можно будет сказать, ну, закончена, что ли, или как это правильно выразиться? Ну, по сути дела, да. Потому что люди должны знать результат. Результат того, что они приняли, то, что они активно эксплуатируют, и то, что они теперь уже… Ну, на мой взгляд, очень много обращений от жителей, и даже новых микрорайонов, которые сдаются в городе, где люди хотят видеть именно эти контейнерные площадки европейского образца, удобные в эксплуатации, понятные совершенно всем, удобные в обслуживании. И техника, как бы, у нас есть. Ну, и, в общем, про плюсы мы уже говорили. Более того, мы собираем батарейки. Это, как бы, то новшество, которое сейчас еще в России вообще не развито. То есть мы, как бы, являемся начинателями этой инициативы. Очень важная. Татьяна Николаевна, ну, вот линия досортировки на территории Заречного еще не появилась. Это еще пока только в планах. Вот до того момента, как она появится, как начнет работать, как будет вот это вот звено последнее реализовываться? Есть какие-то планы, наметки на сегодняшний день? Ну, во-первых, выбрана, по сути дела, территория, на которой можно будет смонтировать эту досортировочную линию. Это территория Копра. Мы достаточно плотно сотрудничаем с Постартом, потому что они тоже в этом процессе задействованы и предлагают для инвестора эту территорию. Она находится в промышленной зоне, то есть абсолютно недоступна для людей и не будет мешать, как бы, всей экологической ситуации, которая, благодаря внедрению селективного метода сбора отходов, конечно, в городе изменилась. Я думаю, жители города это ощутили и на себе, и вообще на экологии города, на благоустройстве нашего города в том числе. Какие еще есть планы, связанные, может быть, с селективным сбором отходов или еще с чем-то по работе? Ну, у нас такая, знаете, приятная новость. У нас в этом году в управлении появился молодой специалист. Поэтому вот те репортажи, которые вы снимали, я думаю, что очень многие жители обратили внимание, что наш лозь значительно помолодел. Так вот, мы отправляем на Селигер нашего молодого специалиста. Я думаю, что очень многие знают, что на Селигере собирается самая активная, нестандартная мыслящая молодежь. Наш специалист, безусловно, едет туда и с селективным методом сбора отходов, и с нашими книгами «Детям про отходы», где мы рассказываем на самом понятном языке для подрастающего поколения. Я уже не один раз говорила, что программа селективный метод сбора отходов, она в принципе уже не для нас создана. Она создана для нашего подрастающего поколения, которые активно ее не только примут вместе с нами сейчас, но и будут ее в дальнейшем эксплуатировать и, может быть, придадут другое лицо. Более того, наш специалист должен будет рассказать, задача эта поставлена во всяком случае, о том, каким образом мы решаем проблему с батарейками. Эта проблема очень важна, и, на мой взгляд, ее нужно решать не только в городе Заричном, но и на территории всей страны. Поэтому будем надеяться, ну и, безусловно, я как руководитель, который отправляет своего специалиста в такую творческую командировку, конечно, надеюсь, что специалист привезет что-то нестандартное от той молодежи, нестандартно мыслящей со всей страны. И мы сможем это внедрить и показать нашим жителям. Очень на это надеюсь. А когда состоится поездка, сколько будет длиться пребывание нашего специалиста там? Ну, провожаем в субботу, встречаем 3 августа. Я думаю, вы пригласите в гости, она уже сама вам все расскажет. Обязательно, конечно, нам будет интересно. Татьяна Николаевна, еще такой вопрос. Вот программа создавалась по вашей инициативе, вы ее продумывали, брали что-то, может быть, за основу, где-то искали аналоги. Вот в том виде, в каком она есть сейчас, существуют ли аналоги в других городах или нет? Это вопрос к тому, что вот на Селигере сможем ли мы произвести фурор с этой программой? Ну, у нас вот, я же сказала в начале нашего с вами разговора, что есть не то, что минус, нет окончательного звена в цепи. Ну да, можно, по сути дела, сказать, что мы идем к окончательному решению вот этой проблемы. В других городах, да, многие пробуют, но пока результата даже такого, как у нас, нет. Даже в Санкт-Петербурге, вот где я была в командировке, то есть это трудно. Все-таки зареченцы, вот как бы мне хотелось сказать, это настолько дисциплинированные и ответственные люди, поэтому у нас и возникают такие благоустроенные дворы, поэтому у нас работает селективный метод забора отходов, потому что нам не нужно, как, скажем, европейским странам 20 лет идти к осознанию важности решения этой проблемы. Мы как бы готовы вообще ее решать, поэтому я и говорю, что это не люди отстают, это отстаем мы. А люди уже давно готовы делать и принимать новое, и участвовать в этом очень-очень активно. Ну и возвращаясь к разговору о новых контейнерных площадках, вот о шести, в этом году появится еще шесть. Будут ли в дальнейшем еще монтировать, обустраивать вот эти вот контейнерные площадки? Насколько, скажем так, велик поток заявок, чтобы у людей около домов сделали вот именно такие вот площадки европейского типа удобнее? Да, у нас так приятная на самом деле новость, потому что нам управление ЖКХ Попенской области, эта программа же областная, мы просто своей селективной программой вошли в нее, нам предложили участвовать в ней до 2020 года. Мы надеемся, что темпы по финансированию субъект снижать не будет, и наш город, конечно же, то же самое, поэтому планируем до 2020 года установить практически во всех дворах. За шесть лет это достаточно, по шесть контейнерных площадок вместе, опять-таки, с контейнерами для сбора элементов питания. Я думаю, что город и жители, самое главное, да, что вообще приобретем как раз то лицо и ту программу в полном действии, когда у людей будет альтернатива, альтернатива, каким образом работать своими отходами. И должна появиться экономическая заинтересованность, опять-таки, участников этой программы. Поэтому я думаю, что если все будет складываться благополучно, до 2020 года город вообще будет экологически чистый, как мы говорим, его эко-город. То есть все, кто ждет этих контейнерных площадок с нетерпением, они должны... Мы попробуем удовлетворить всех. Будем стараться, да. Татьяна Николаевна, ну и вот на каждой контейнерной площадке, вы уже сказали, будет специальный такой небольшой контейнер для сбора отработавших свой срок элементов питания. Вот их насколько активно Зареченцы задают все-таки тоже вопрос такой немаловажный, серьезный и касается экологии. Вот вы знаете, ведь сама вот эта акция по сбору элементов питания, она началась еще до момента установки этих контейнеров. Мы ввели эту работу вместе с учреждением департамента образования. Там дети, они как-то очень активно сейчас пользуются всевозможными гаджетами, и они все, по сути дела, на этих элементах питания, да. Поэтому первое, от кого мы получили поддержку, это от наших юных Зареченцев. Первый год мы собрали 56 килограммов. Ну, если мы представляем, да, это таблеточные маленькие, малюсенькие даже батарейки, 56 килограммов, это огромное количество, да, огромный объем, да. То есть, отклик есть. Отклик есть. Более того, все контейнеры, ведь мы сейчас эти контейнеры для сбора элементов питания закрепили не только на контейнерах заглобленного типа. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, у нас время уже истекло. К сожалению. Будем надеяться, что все получится. Удачи вам. Мы будем работать, спасибо. Спасибо. Это все новости на сегодня, я с вами прощаюсь, до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Только до 1 августа. Суперцена. Окно под ключ всего за 7999 рублей. Отлив, подоконник, внутренние откосы, беспроцентная рассрочка. Честная гарантия – 5 лет. Телефон 232-232. Компания «Ремстрой». Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова